Всем привет! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика пустые баночки и отзывы на продукцию Faberlic. Давайте начнем с гели для душа. Буду показывать вам все в хаотичном порядке. Вот такой гель для душа от Beauty Cafe. Закончился это французский десерт. Здесь 200 мл, артикул его 1863. Что могу про него сказать? Средненько пенится, неплохой такой приятный сладковатый аромат. На коже он не остается и вообще еле уловимый. Для тех, кто любит яркие ароматы, это не та история. Буду ли повторять покупку? Возможно. Но вообще мне больше нравятся парфюмированные гели для душа. Вот такого плана. Это у нас артикул 8316. Здесь 150, правда, мл, но они тоже бывают по скидке. Бюджетные цены вполне приемлемые. И они пенятся гораздо лучше. И запах остается какое-то время на теле. У них отдушка, как у аналогичных туалетных вод. И поэтому мне очень нравится пробовать ароматы именно в таком формате. Это классный аромат. Не летний, но очень классный. Цветочный, немножко терпкий такой. Приятный. Детский. Не гель для душа, наверное, а гель-пена для ванны. Вот такой вот кошка-манго. Артикул его 2387. Здесь 200 мл. И долго он у нас был. Наверное, месяца два мы им пользовались. Это хорошая пена для ванны. Она здорово пенится. И приятный аромат манго. Очень приятный. Просто обалденный. На всю ванну прям такой шлейф. Повторять покупку буду однозначно. Вот такого плана пена для ванны нам очень нравится. Так, дальше. Закончился вот такой шампунь. Это черный шампунь для глубокого очищения волос и кожи головы. Технология кристальное очищение. Артикул его 8961. Здесь 200 мл. И он очень хорошо действительно очищает кожу. Он мне понравился. Я пользовалась им раз в неделю, когда два раза в неделю. Для того, чтобы смыть все пафы и так далее со своей кожей. И вы знаете, он справляется со своей задачей. По скидкам тоже можно взять до 100 с небольшим рублей. Шампунь хороший. Мне очень нравится из всей вот этой вот серии разноцветных шампуней Эксперт. Он самый лучший, по моему мнению. Потому что другие, зелененькие, там еще какой-то вызывали у меня аллергию зуд кожи головы. Так, дальше. Закончился у меня крем Викенд. 0136. Восстанавливающий крем для лица. Управляет саркадными ритмами у нас эта серия. И мне он очень понравился. Я использовала его как ночной, потому что сейчас уже теплое время года. И на день он, ну, немножечко такой, может быть, жирноват. Хотя, в принципе, он впитывается быстро. И никаких таких вот следов и липкого какого-то слоя не оставляет. Эта серия мне нравится гораздо больше, чем наши относительно новинки корейской косметики. Лучше, чем Айсиул, по моему мнению. Поэтому, если вы не пробовали серию Викенд и сомневаетесь, что выбрать, берите. Однозначно не пожалеете. Повторять покупку буду, возможно, осенью. Потому что сейчас уже заказала новиночки наши Блум. И буду тестировать их. Закончился у меня дезодорант даже 2. Вот таких вот. Фаберлик, антипреспирант. 48 часов защиты. 48, конечно, нет, но 24 мне вполне хватает. Даже сейчас на лето. Больше всего мне понравилась морская свежесть. Вот такой вот. Сейчас он, кстати, по акции в этом каталоге. 23,51. И так, этот у меня какой? Алоэ Вера. 22,41. Тоже очень приятный дезодорант. У них легкие отдушки. Удобный большой шарик. Буду брать дальше. Однозначно меня не устраивает во всем. Бережная защита. Здесь нет солей и алюминия. Поэтому советую тоже. Кому хватает мощности этого дезодоранта. Хватит. Так, закончился у меня ультракондиционер для белья. Вот такой вот. Это у нас с аромокапсулами. Аромат какой здесь? Ну, цветочный, вот зелененький. Смягчает белье, облегчает процесс глажения. Придает белье аромат утренней свежести. Артикул 110,38. И буду ли повторять? Буду повторять однозначно. Потому что это очень хорошие кондиционеры. За 149 рублей. Соотношение цены и качества просто идеальное. После него безумно мягкое белье. Очень приятное на ощупь. Поэтому тоже, кто не пробовал эти кондиционеры, я вам очень советую присмотреться. Запах у них тоже очень нежный, ненавязчивый. Как бы не бьет в нос, как от некоторых магазинных. И в то же время это безопасные кондиционеры, которые подходят даже деткам с нуля плюс. Так, закончился наконец-то. У меня вот такой вот лак для волос Фаберлик. Я уже говорила о нем много раз. Наверное, 89-73 его артикул. И я не буду, конечно, больше повторять эту покупку. Потому что мне мало очень этого лака для волос. На моих волосах он как вода. Вот попшикал. И через 5 минут все, все опало. Нет никакой укладки. Все как было, так и есть. Поэтому я повторять эту покупку больше не буду. Добивала его в промежутках между своим любимым лаком. А такой я больше не хочу. Так, следующий у меня тоник. Кислородное дыхание. Мицеллярный лосьон, точнее. Я использовала его для снятия макияжа. Артикул 0253. Здесь 150 миллилитров. Я не буду тоже повторять больше эту покупку. Потому что он щиплет глаза. И щиплет очень сильно. Кстати, серия Клин, вот которую я новинку взяла, тоже щиплет глаза. Но чуть поменьше, чем этот. Поэтому, наверное, все-таки я вернусь к своему любимому тонику серию Эксперт с красным крестиком. Вот он, точнее, мицеллярный лосьон. Он вообще не щиплет глаза при попадании. Он очень комфортен и замечательно снимает. Вот этот я больше брать не буду. И вам не советую. Так, закончился у меня вот такой вот напиток. Концентрат напитка Алоэ Баланс. Артикул его 15376. Что могу сказать про него? Брала с целью устранения изжоги. Про пила и результата ноль, в принципе. И во время того, как пила тоже, хватает, может быть, на час, на два. Потом изжога появляется снова. А пить его нужно один-два раза в день. И поэтому смысла в этом не вижу. Здесь всего 100 миллилитров. И, скорее всего, больше не буду повторять эту покупку. Как он, конечно, повлиял вот изнутри, это тоже вопрос. Но так вот чисто по ощущениям не очень. Одновременно, не одновременно, но после него сразу я пропила дрожжи Гипполайт. Пачку из-под него я выбросила. И вот он гораздо лучше. Хотя тоже моментами возникала изжога, но мне понравилось гораздо больше это дрожжи. И эффект, вот прошел уже месяц, наверное, как я его допила, сохраняется. Поэтому алоэ баланс покупать больше не буду и вам не советую. Если кому интересно, вот состав. Можете нажать на паузу, посмотреть. Вот. А дрожжи Гипполайт я, скорее всего, по осени, наверное, еще раз повторю. У меня одно вот такое вот репейное маслице для волос серии Ботаника. Оно у нас с красным перцем. И заявлено как восстановление ухода для всех типов волос. Здесь всего лишь 90 мл. Артикул 1231. И оно очень крутое. У него очень удобный дозатор. Я пользуюсь им где-то раз в неделю, иногда даже два. И что хочу сказать, волосы растут быстрее. Если вы смотрите меня часто, то по видео тоже это увидите и заметите. Приходится волосы красить прям чуть ли не два раза в месяц, потому что отрастают они быстро. Используйте это масло на чистую кожу головы. То есть сначала помойте шампунем и на мокрую чистую кожу головы наносите это масло. Тогда оно будет здорово печь, хорошо работать на ваших волосах и коже головы. Если нанесете на сухую кожу головы или влажную, но не промытую, эффекта практически нет. Вот такой вам советик. Масло очень хорошее. И я наношу его по всей длине. Оно не сушит кончики. Оно о них заботится. Очень хорошее, достойное масло. В рублей за 100 его можно взять. Такая цена для такого продукта просто потрясающая. Закончился у нас еще вот такой вот гель для купания младенцев с экстрактом ромашки и депантенолом. Он у нас с нуля плюс для малышей. Артикул его. Так, артикул, артикул. Вот он. 16,41 и здесь 190 мл. Мы использовали его для подмывания. Хватило нам месяца на 2 или даже на 3 такой баночки. Однозначно буду повторять покупочку, потому что он гипоаллергенный, очень приятный, практически без отдушки и стоит своих денег. Хотя не очень бюджетный, он 200 с чем-то рублей у нас в каталогах, но он действительно, расход у него маленький и очень приятный в использовании. Так, закончилось вот такое вот масло, ценные масла, точнее для волос серии Салон Ке. Артикул 82,15. Сыворотка питательная для всех типов волос, ценные масла. Мне не понравилось, скажу сразу честно. Я использовала дочери, а потом под конец уже перелила в какой-то спрей для волос, размешала и тоже вот использовала на дочери, потому что мне очень сильно пушит волосы. Прямо вот здесь вот они распушаются, и никак их в принципе не уложить. Хотя вроде бы это масло, и должно немножко утяжелять волосы, но вот нет, у меня такого эффекта нет, мне не понравилось совсем. Я покупку повторять не буду. Так, дальше. Фаберлик, по-моему, все. Остались у меня вот такие коробочки. Многие спрашивали опять в предыдущем видео про мой цвет волос. Вот такой оттеночный бальзам для волос я использую. Коробочку вам оставила показать. Он стоит, по-моему, 119 рублей в наших магазинах. Это марка Престиж. И вот в данном случае у меня цвет холодная ваниль. Но на предыдущем видео была не холодная ваниль. Холодная ваниль, она прям дает легкий-легкий оттеночек, совсем прям практически, ну, на моих волосах незаметный. У меня был тон что-то типа какая-то там Арктика, что ли. И где нарисованы волосики, вот тут результат после. Видите, здесь не сильная разница. Он немножко высеряет, но не сильно. А вот на моем, который я последний раз брала, я, к сожалению, коробку выкинула, тут прям вот нарисован результат синий. Ярко-синий. Вот такой вот марки оттеночными бальзамами я пользуюсь. Почему именно они? Потому что на волосах они держатся достаточно долго. Вот я неделю назад нанесла. У меня уже было три помывки головы. И мои волосы, в принципе, еще серые. Сначала они, конечно, были прям яркие-яркие. Но я не такого результата изначально хотела. А вот такого, в принципе, как сейчас. Если вам нужно убрать желтизну, то вот эти вот бальзамчики Престиж, они вообще классные. Но я наношу не как бальзам. Смыла, нанесла и смыла. Я хожу с ними как с краской 30-40 минут. Вот нанесла на мокрые волосы, завязала и походила 30-40 минут и смыла. И тогда вот они держатся достаточно долго. То есть неделю, дней 10. Поэтому продукт замечательный. Всех оттеночных бальзамов он мне нравится больше всего. По стойкости. Закончился у меня вот такой вот скраб для тела. Фит Косметик. Народные рецепты из Фикс Прайса. И что вам могу сказать? Он прикольный, в принципе, хороший скраб. Здесь мелкие такие крупинки, частички соли. Лимонно-солевой. И вот эти крупинки соли, они в таком вот желтом как бы масле находятся. На горчичном масле. Лимонным соком и медом. И там действительно есть лимонный сок, потому что однажды у меня попало на ранку, что ли, на какую-то этот скраб. И щипало здорово. Поэтому здесь действительно есть лимон. Натуральная морская соль. И неплохой скраб. Мне нравится. Он 55 рублей, по-моему, тогда стоил. Здесь 155 миллилитров. Если не пробовали, присмотритесь. Фикс Прайсе. Закончился вот такой вот ополаскиватель для рта Колгейт. Это алтайские травы. Он очень классный, но чай еще лучше. Почему-то чай вот мне дольше держит ощущение свежести во рту. И по вкусу нравится больше. Не содержит спирта. 500 миллилитров. Это большой объем. И тоже обязательно берите его только в фикс Прайсе, потому что это гораздо выгоднее. 99 рублей он стоит в фикс Прайсе. В других магазинах маленькая бутылочка стоит порядка 140-120 рублей. Смотря в каком. Из всех, что я пробовала, Фаберлика, вот эти и другие. Многие. Вот такой вот формат. Самый выгодный и самый приятный. И снижает чувствительность зубов, эмали. Мне он очень нравится. Но вот если увидите, берите лучше чай. У меня здесь алтайские травы для десен. Мы его добили, потому что другого тогда в наличии не было. Закончился у меня бальзам, приподнимающий корни волос, от Organic Kitchen. Вот. Такая баночка маленькая. Вау-объем. Органический экстракт японского хлопка и свежий инжир. Ну что я вам могу сказать? Запах, конечно, здесь приятный. Вот такой он, такого цвета сероватого. Был серовато-розоватого. И, ну, вообще никак. То есть просто никак. Я его добила. Он даже как бальзам. Вот никак. Слегка-слегка, может быть, волосы так увлажнит и все. И ни о каком вау-объеме и при поднимании корней здесь речи не идет. Поэтому увидите такую баночку, не ведитесь. Не помогает. Закончился у меня еще вот такой вот очищающий термально-мицеллярный лосьончик-водичка. Пять в одном. Это у нас фирма Вилсон. По-моему, я тоже брала ее в фикс-прайсе. Здесь 265 миллилитров и стоила на копейки 55 рублей. И, в принципе, для своей цены она вполне нормальная. То есть она снимает макияж. Водостойкий не знаю. Я не пользуюсь водостойким. А обычно макияж снимает вполне неплохо. Поэтому водички и мицеллярные, и простые тоники в фикс-прайсе, в принципе, себе даже очень ничего. И она, кстати, не щипала глаза. Вот что тоже показатель. И последняя моя пустая баночка это водичка Lancome. Она такая розоватая была здесь внутри. Вот может быть видно. Что хочу сказать про нее. Я даже думала, что она никогда не кончится. Вообще туалетные воды в моем доме не имеют как бы такого свойства кончаться. Они только накапливаются. А вот эту я все-таки добила. Очень приятный, потому что аромат, но не стойкий. Аромат дорогой. Аромат летний. Весенний. Сладкий. Очень приятный. Ни с чем вот его не спутаешь. Он такой своеобразный. Но она не стойкая. Действительно не стойкая. У меня были гораздо более бюджетные воды. И вот они как-то долгоиграющие такие были по сравнению с этим. Поэтому ей там можно каждый час практически пшикаться. А так аромат классный. На этом все. Вот такие пустые баночки у меня были в июне. Надеюсь, мое видео было вам полезно и поможет вам сделать правильный выбор при покупке тех или иных средств. А я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет новое средство. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.